Девушки отдыхают Сегодня, например, умножать натуральные числа учат в начальной школе Перемножить двух-трехзначные числа в столбик, пожалуй, сегодня каждый сумеет Шестизначные уже, наверное, нет Трудно это занятие, да и неинтересно И вот в середине прошлого века был, наконец, создан великий уравнитель – калькулятор Теперь на калькуляторе любые числа может перемножать любой человек Причем с одинаковой скоростью и с одинаковым качеством Да и не только перемножать Вместе с тем умножение – не единственная форма интеллектуальной деятельности Одним из самых важных занятий человека является порождение нового знания Еще две с половиной тысячи лет тому назад Аристотелем уже были сформулированы основополагающие правила простого категорического силогизма Такого способа умозаключения, при котором из двух заранее известных посылок Можно получать заключение Заключение – это и есть новое знание Новое знание можно получать и другими способами Например, при помощи озарения или интуиции Вот только правил таких способов пока еще никто не придумал Вместе с тем и силогизмами мы пользуемся совсем не часто Во-первых, для этого нужно знать правила А во-вторых, это тоже работа Пусть и умственная, но все-таки работа А работать люди не любят Вот и придумывают себе разнообразные калькуляторы Сегодня вам предлагается еще один калькулятор Но уже для получения нового знания при помощи простого категорического силогизма Вот перед нами такой калькулятор Силогистический его заключатель Давайте посмотрим, как он работает на общеизвестном примере силогизма из двух посылок Все греки – люди и все люди смертные Как видим, прежде всего нам предлагается ввести посылки Отдельно первую и вторую посылки Начнем с первой С субъектом и предикатом все просто То, о чем говорится, это субъект А то, что говорится о субъекте, это предикат В первой посылке Все греки – люди Говорится о греках Значит, субъект – греки Так и введем Введем предикату О греках говорится, что они – люди Значит, предикат – люди Введем и его Теперь нам нужно ввести универсум Универсум – это такое понятие, для которого субъекты и предикаты уже обеих посылок представляют собой логические виды А универсум является для них логическим родом Поскольку в исходном варианте посылок универсум отсутствует, нам придется его задать Таким обобщающим понятием для людей, греков и смертных, может быть, например, понятие «существо» Ведь все же они – существа, не так ли? Введем универсум – существа Универсум должен быть одинаковым для обеих посылок, так что введем его сразу и для второй посылки, чтобы не ошибиться Теперь нужно ввести три квантерных слова Одно из них обычно в тексте посылки присутствует Первая посылка – «Все греки – люди» Квантерное слово «все» стоит перед греками и относится к грекам Так что оно и есть квантерное слово субъекта, ведь греки в этой посылке – субъект Нажимаем «все» Квантерное слово «связки» может быть, как видим, только или суть, или не суть В нашей посылке никакого отрицания нет, так что спокойно вводим квантерное слово «связки» – суть Осталось квантерное слово предиката Вариантов опять только два – или все, или некоторые Сейчас мы не будем подробно разбираться в том, когда какое квантерное слово предиката нужно выбирать Об этом мы подробно поговорим в видео «Непосредственный умозаключатель» А пока поверим мне на слово, что в этой посылке правильным будет квантерное слово «Некоторые» Теперь посмотрим, что у нас получилось Для этого нужно нажать клавишу «Собрать посылку» Нажимаем Получилось Умозаключатель показывает нам более длинный текст нашей первой посылки «Все существа греки – суть некоторые существа люди» Да, это предложение длиннее исходного «Все греки – люди» Но оно теперь содержит все необходимые элементы для того, чтобы получить результат Новое знание в виде заключения символизма Теперь мысль о греках выражена совершенно точно Так что ее уже нельзя понять неправильно Теперь, когда вы приобрели некоторый опыт введения первой посылки Вторую посылку ввести совсем просто Вводим Субъект – люди Предикат – смертные Квантерное слово субъекта – все Квантерное слово связки – суть Квантерное слово предиката – некоторые Собираем посылку Получилось Все существа – люди Суть – некоторые существа Субъекта – смертные Теперь Обе посылки введены И получившийся в результате введения текст нас вполне устраивает Устраивает в том смысле, что мысль каждой посылки оказалась неискаженной Теперь нужно посылки проверить Для этого нажимаем соответствующую клавишу Умозаключатель сообщает нам, что посылки семантически связаны Это хорошо Но что это означает? Дело в том, что в силогистике есть очень важное правило Для того, чтобы заключение могло получиться Две посылки обязательно должны содержать одно и то же понятие В традиционной логике такое понятие называется средним термином Если такого среднего термина в посылках нет Нечего и пытаться получить заключение Его просто не будет Так уж устроена си логистика В нашем примере такой средний термин есть – люди То есть посылки этим термином тематически связаны И мы можем надеяться на получение положительного результата заключения Проверим Нажмем клавишу «Получить заключение» Что же мы видим? Прежде всего мы видим много черных строчек Это значит, что заключение действительно есть Заключение возможно не всегда И если наши посылки таковы, что заключение не дают Мы увидим соответствующую уже красную надпись Одного единственного заключения нет Дальше мы видим записанное правильно условие нашего силлогизма Если все существа греки – суть некоторые существа люди И все существа люди – суть некоторые существа смертные То А дальше мы видим восемь заключений Почему восемь? Потому что каждую мысль суждения можно выразить восемью разными способами Восемью разными феноменами этого суждения Подробно это рассказано в видео непосредственной умозаключателя Первые два Феномены, у которых присутствуют только те литералы суждений посылок Которые присутствовали в феноменах посылках В действительности каждое суждение мысль содержит не два литерала, а четыре Субъект Предикат Дополнение субъекта И наполнение предиката Кому не нужны остальные заключения, тот может ограничиться только первыми двумя Итак, что же у нас получилось? То есть, если все существа греки суть некоторые существа люди и все существа люди суть некоторые существа смертные, то, первый вариант, все существа греки суть некоторые существа смертные. Второй вариант, если все существа греки суть некоторые существа люди и все существа люди суть некоторые существа смертные, то некоторые существа смертные суть все существа греки. Похоже, что наши заключения здравому смыслу не противоречат. Никто не будет возражать против того, что все греки смертны, и что только некоторые смертные существа греки. Есть, например, еще и итальянцы, а есть и крокодилы. Этот пример прост. Но наш силогистический умозаключатель может справиться с примерами любой сложности. Так же, как арифметический калькулятор может перемножать любые числа. Давайте посмотрим еще один пример, поинтереснее. Возьмем его у Льюиса Керролла. В своей книге он предлагает нам много интересных примеров. Вот один из таких примеров, которые предлагает нам Льюис Керролл. Он предлагает две таких посылки. Некоторые секретари птицы и все секретари занимаются полезным делом. Давайте попробуем эти посылки ввести, посмотреть, что получится. Субъект и в первом, и во втором случае секретари. Так и вводим. В первом случае предикат птицы. Во втором случае занимающиеся полезным делом. Осталось ввести универсум. Я предлагаю в этом примере в качестве универсума ввести существа. Итак, первая посылка. Некоторые секретари птицы. Вводим. Некоторые. Суть. Все. Собираем посылку. Получается. Некоторые существа секретари. Суть. Все существа птицы. Вторая посылка. Все секретари занимаются полезным делом. Вводим квантерные слова. Все. Суть. Некоторые. Собираем вторую посылку. Все существа секретари. Суть. Некоторые существа занимающиеся полезным делом. Проверяем посылки. Посылки семантически связаны. Можно получать заключение. Итак, если некоторые существа секретари суть все существа птицы и все существа секретари суть некоторые существа занимающиеся полезным делом, то все существа птицы суть некоторые существа занимающиеся полезным делом, а также некоторые существа занимающиеся полезным делом суть все существа птицы. На простом, нелогическом, естественном языке это может звучать так. Все птицы занимаются полезным делом. Или некоторые из занимающихся полезным делом – птицы. Есть и еще, как вы видите, шесть вариантов заключений, но мы их сегодня разбирать не будем. Надеюсь, вы получили представление о работе силогистического умозаключателя. Может быть, кому-то он покажется интересным, а кому-то даже полезным. Жду ваших откликов.